здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас тема как начать жить заново на самом деле это может касаться всего вы можете начать жить заново в плане того что но вы решили не знаю больше зарабатывать как-то себя улучшить в целом вашу жизнь те кто больше зарабатывает очень часто звонят и говорят что из-за того что они долго шли к своей цели до из-за того что очень много времени уделяли в свое время работе уже но в каком-то смысле человек уже разучивается со временем жить личной жизнью да он не знает как снова завести друзей как снова завести там постоянную женщину или мужчину до найти партнера и получается что потребность начать новую жизнь она у всех возникает рано или поздно просто в разных смыслах кто-то соответственно у нас допустим будет к примеру развод до переживать и начинать жить заново кто-то будет переживать потерю близких родственников но так или иначе очень часто приходится начинать эту жизнь заново и как это лучше всего сделать опять же хотелось бы озвучить вещи которые ну то есть не озвучиваются массово до блогерами и хочется озвучить такой момент о котором я уже говорил выпуске про нарциссизм что любой стресс он вызывает гормональные изменения это абсолютно доказанный факт как минимум все начинает с высокого кортизола и любые вещи когда вы долго работали фигачили фигачили и соответственно естественно в этом процессе не жили комфортно вы не наслаждались жизнью конечно потом этот скопившийся стресс вы его увидите в цифрах на своих анализах проявляться это может совершенно по-разному вы можете как это чувствовать наблюдать визуально по изменению тела так и совершенно не ощущать этого поэтому лучше лучше всего чтобы соответственно вам начать жить как-то по новой это начать с небольшого скрининга своего организма это померить кортизол в слюне это соответственно посмотреть есть ли у вас инсулинорезистентность посмотреть гормоны щитовидной железы обязательно ттг т3 т4 свободные может быть да у кого есть жалобы на жкт устранить проблемы жкт потому что жкт это то что помогает усваивать ну все да все что мы берем из продуктов усваиваем а на минуточку многие аминокислоты они влияют на работу вашей психики и мозга если вы чувств будете испытывать недостаток да в каких-то микроэлементах гормонах аминокислоты чем угодно сильный дефицит это в 60 процентах случаев напрямую скажется либо на работе мозга либо на психической активности либо на работе вегетативной нервной системы так или иначе это соответственно скажется на вас поэтому одним из первых пунктов любых начинашек в сторону новой жизни должен быть скрининг ваш непосредственно дорогие друзья с вами был доктор кравцев подписывайтесь на канал ставьте лайки и да пребудет с вами здоровье